И вновь всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено моим вопросам, вопросам в комментариях. Их набралось 20 штук, но вообще я пролистала комментарии где-то за месяц назад и выбрала все, что со знаком вопроса. Возможно, я что-то пропустила, но если что, я потом просто прошу людей в комментарии или у вас возникнут вопросы, вы их снова зададите или повторите то, что уже задавали. И я постараюсь заснять еще один обзор вопросный. В общем, если вам интересно это видео, то оставайтесь со мной. Начну я, пожалуй, с наболевшего вопроса. Хоть на него уже был ответ, кажется, в комментариях, там видео про комментарии, где я в желтом халате или что-то в этом роде. Первый вопрос. Где же ваши зубы? Не поверите. Я сегодня обнаружила, что то, что я не могла понять, что это такое, и иногда считала, что это расщепление десна или еще что-то, у меня растет третий немолочный зуб. На самом деле, это, в общем, верхний левый ряд, пятый зуб. Я не очень понимаю, как это считать, но кажется, все-таки это пятый зуб, он где-то вот здесь обнаружен. Так, второй вопрос. Каких блогеров вы смотрите? Вот здесь, наверное, люди разочаруются. На самом деле, я когда стала выкладывать обзоры на YouTube, кроме Аленки, Елены Снегиревой, ссылка под видео, ботный канал, я никого не смотрела. Но иногда мне попадались какие-то методы там тыка или по ссылкам от видео Аленки, или про которых она говорила, видеоблогеров я смотрела, и я, соответственно, не запоминаю имена, ники и так далее. И я, наверное, такая вот нарцистичная особа. Если бы не было Аленки, я, конечно, бы и не снимала эти обзоры, но если бы не было Аленки, я, наверное, никого бы и не смотрела. Кроме Аленки, я никого не смотрю. Я считаю, что это, в общем, блогер как номер один, да, на кого можно равняться. Я считаю, что это Елена Снегирева, Аленка. И тот, кого я смотрю, вот всегда каждый обзор, это именно она. Но, конечно, я так смотрю еще кого-то из тех, на кого я на данный момент подписана. Иногда смотрю полноценно, иногда смотрю от слова, с видео к видео, иногда смотрю фоном, попутно что-то делаю, или что-то мне интересно, и я так сразу, ох, сразу подхожу к монитору и сразу внимательно так смотрю. Ну, в общем, наверное, все-таки я людей разочарую. Я так особо не лазаю по блогам ютубным, и у меня нет такой цели, о, надо что-то кого-то посмотреть. Если у меня возникает какая-то проблема, и мне нужен поиск, и этот поиск в Яндекс, или обычно Яндекс, выдают на что-то типа видео с Ютуба, то я его смотрю действительно. А так, в общем, единственный блогер, которого я смотрю с восторгом, это Елена Снегирева. Аленка, привет тебе, если ты этот ужас смотришь. Так, третье. Покупаю ли я углический сыр? У нас года два уже, а может три, существует фабрика в поселке, в селе Головино, это в нескольких километрах от углича, углический район. Продукты называются или из углича, или углича поля. В общем, я в последнее время покупаю углический сыр, но это именно из марки из углича, из углича брынза. Если вы где-нибудь увидите, это где-то такой маленький квадратик, 250 грамм, у нас он продавался где-то около 120 рублей, очень-очень вкусный. Вообще я к брынзе более-менее дышу ровно, одно время мне ее чисто из каких-то там болячек желудочных врачи запрещали кушать, и я думала, что-то вообще по-другому выглядит, но последние года два я открыла для себя заново эту брынзу, буквально недели две назад, брынзу углическую. То, что у нас делает сыр-завод, это уже несколько испортилось, не знаю, может сейчас оно, конечно, улучшилось, но российский сыр углического сыр-завода я сейчас не покупаю. Я думаю, я все-таки ответила на этот вопрос. Так, не поверите, вопросов у меня, наверное, меньше. Я не поняла, что это за цифра. Так, сейчас вот тут сделаю. Я-то думала, что это... Я написала тройку, но мне показалось, что это пятерка. Соответственно, по ходу дела у меня не 20 вопросов, а чуть меньше, потому что после тройка-пятерки у меня идет шестой, на самом деле четвертый. Значит, стоит у нас раз, два, три, четыре. Так, три, пять. Видимо, у меня все-таки 18 вопросов, а не 20. Ну да, я иногда свой почерк не понимаю. Значит, следующий вопрос. У вас есть детишки? Нет у меня детишек. Не то, чтобы я очень жаждала детишек, я их, наверное, не жажду. Не то, чтобы там у меня какие-то биологические особенности, что я там не смогу родить или еще что-то. Я просто детишек, ну, как бы сказать, не люблю. Я предвижу, возможно, эксперименты, что как же, кто ж тебе там в старости подаст стакан воды. Наша технология вообще не только в России, а вообще в мире довольно-таки, я думаю, к тому времени, если я там была такая совсем немощная Лёля, что не встать, не сесть. Не факт, что мне захочется воды. Как говорит одна моя подружка, не факт, что эта вода не будет отравленная. Я сужил площадь, но это уже, конечно, черный юмор. И, ну, и не то, чтобы, да, там мне один товарищ мужского пола на днях ВКонтакте писал, что как так, вот как раз эту тему поднимал. Как так, я не знаю, что вообще он хотел бы, возможно, просто перепыхнуться. Я понимаю, что это, возможно, смотрят дети и будут гулить. Я думаю, что дети более иногда просвечённые, чем мы были в их возрасте. В общем, в Тираме как раз про детишек, что вот ты же была ребёнком. Ну, да, я была ребёнком, но детей я люблю, но на расстоянии. В общем, так. И так получилось, что детей у меня своих нет, но есть пара племянников родных. Ну, и там ещё, наверное, у нас очень много родней, и, возможно, ещё какие-то племянники есть. Так, следующий вопрос. А, в общем, было у меня такое видео, где-то там на Ютубе, маленькое, буквально, может, одну или две секунды, где я делала так. Это вырезано с большого видео, которое снимал, кажется, Женька Норкин на каком-то нашем дне поэзии. И был вопрос, парень, который сидящий за мной, и так вот якобы восторженно на меня пялиться. Ну, встречаемся ли мы? На самом деле мы с ним не встречаемся, пялиться он не на меня, а, скорее всего, на того, кто на тот момент выступал в роли Пита, Прозаика или ещё кого-то. Ибо был день поэзии, ну, или вообще на Норкина, который снимал меня. Ну, и не только меня. И встречаться мы с ним не можем, потому что он, мягко говоря, фурий. А я не лисичка. Извините. Так, переворачиваем. Следующий вопрос. Моё мнение по поводу гомункула с Ютуба. Ну, я его, конечно, отписала в каменте, но так, чтобы уж, раз это видео вопросов, то будет на видео сказано. Я вообще про этого гомункула узнала только из каментом. Пришлось гуглить в Яндекс. То видео, которое, я так поняла, дофига кто посмотрел, я оселила только полторы минуты. Ну, если суть такая, допустим, раньше сперму смешивали с кровью, да, вот по тому рецепту средневековым закапывали навоз лошадиный, и там оно что-то грелось, и якобы что-то рождалось. Максимум, что-то может родиться, какая-нибудь плесень. Ну, что-то такое, вряд ли человек, тем более гомункул. И я, в принципе, считаю, что то, что сейчас кровь заменили яйцом, это всё смешивают. Да, кстати, я посмотрела какой-то Стёб, буквально 2 минуты на это видео, там, кого-то из киндера сюрприза, какого-то человечка доставали. Но мне не хватило, не осиливаю такие видео. В общем, я считаю, что это фейх. Если там что-то родилось, так как я не смотрела видео, не знаю, до конца не оселила, что там было в этом яйце. Ну, это спецэффекты и прочее. Потом один геноматериал другим геноматериалом вряд ли сможет жить. Хотя у меня в детстве была мечта такая, скресить человек с обезьяной. И мама мне долго объясняла, что-то вообще-то не очень понятно. Можно, вроде как-то не получится, но вот я хотела, как же, лабораторий, я бы не прочь. В общем, в детстве мне очень хотелось что-то такое произвести. И если бы люди могли в науке это как-то сделать, там что-то с чем-то скрестить и сделать из искусственного человека, там этого гомункула, то наука бы продвинулась. В принципе, с одной стороны, я не против этого всего. А с другой стороны, то, что на ютубе сейчас крутится, это, в принципе, фейх. Фигня, короче говоря. Так. В общем, что у нас тут следующее? Есть ли у меня муж или память? Парень, на данный момент я в активном, пассивном поиске. Уже несколько дней так. Мужа у меня, соответственно, нет. Парня как такового тоже. Так. Следующий вопрос. Зачем я ношу некоторые вещи, которые меня старят? На самом деле, я в шмотках не всегда понимаю. Я когда прихожу в магазин, однажды я... Обычно я приходила там с сестру и там с мамой, с тюдей в магазин, покупала там вещи. Однажды я поперлась сама покупать вещи. Не поверите, я купила такой желтый... Мне так хотелось желтую шмотку. У меня был полосатый желто-белый свитер. Таким капюшончиком я была уверена, что полиэстер это шерсть. Ну, вид шерсти. Ну, да. Ну, я не то, чтобы не разбираюсь в шмотках. Мама у меня шила там очень классные вещи. Мне эти нравились. Их носить у меня был классический в основном стиль. Но некоторые вещи я держу в гардеробе, не ношу. А некоторые я ношу. Вот просто мне клюнул кто-то там в нижнее полушарие мулка. И не то, чтобы я вот... Ой, оно меня старит. Я не всегда понимаю, что оно меня старит. Но ко мне приходит моя тютушка и заявляет. Лёля, это же бабья шмотка. Как ты можешь такое деть? Лёля, это же... Ты же девушка, такое не носит. Ну, и всё в таком духе. Со стороны, короче, виднее. А я её как-то не догоняю. Так, следующий вопрос. Интересно, тут больше никаких цифр не путалось. Да. Видимо, у меня с третьего прямо на шестой перескакивает. Потому что я не поняла, что это за цифра. Так, следующий у меня, он помечен на одиннадцатый. На самом деле, это, наверное, девятый. Так, почему на некоторых видео плохое качество? Ну, или на что я снимаю? Некоторые видео у меня довольно древние выкинутые. Это я снимала. Ну, в основном снимала меня, подружка, на телефон, на свой. Причём это... Тогда ещё, кажется, не было сенсорных. Он был... Обычно, кажется, кнопочный или раскладушка. Я уж точно как-то не помню. Да и потом я в своё время не рассматривала свой канал, как... О, на меня будут подписываться, меня будут смотреть. Я просто туда скидывала, как барахло. Ну, то же самое, как на стихиеру. Всё, что есть, чтобы оно было, типа архива такого. Поэтому качество такое. Ну, и, по-моему, у меня прошлый фотик, хоть и касси, он был немножко по техническим функциям в плане видео, немножко хуже качество было, чем на этом. Здесь даже есть фигнёшка чисто как для Ютуба, когда на Ютуб можно было скидывать только 15-минутное видео. И вот тут у меня есть как раз такая функция записи для Ютуба специальная. Я, правда, не знаю, в чём там разница, надо всё-таки смотреть книжечку к нему. Так, была ли я в Рыбинске? Была. Несколько раз. И проездом, и прогулкой. Пару раз была. Первый раз вообще была, первые два раза. 2010-2011 год. Это на дне города у нас там вообще был литературный слёз такой. Ну, и куча-куча-куча всяких людей, этих пиитов. Я в том числе и вот от нашего Углича там было. Литобъединение, плюс ещё самопальная. Ну, сами по себе поэты и так далее. Я была в роли пиита. Чё-то там два раза читала. Даже получила какую-то бумажку о том, что я букашка. Потом я была пару раз проездом. Мы на поезде уезжали с подругой в Карелию. От Рыбинска в Питер. Туда и обратно. И ещё раз ездила уже с девчонками просто погулять по магазинам. Ну, соответственно, и по самому Рыбинску погулять получилось. И частично по магазинам тоже. Так. Следующий вопрос. Тоже опять наболевший. У некоторых. Почему у вас трясутся руки? Благородный Трэмор. Так. Следующий. Я один это видел? Понятия не имею. Это мой ответ. Вопрос был, один ли он это видел. Я не знаю, что тот мальчик, не мальчик, а мужчина имел ввиду. Так. Опять. Сколько вам лет? 32. Сейчас даже скажу. Сегодня у нас вообще какое число? 9 мая. Да? Да, уже 10 мая. По-моему. Да, 10 мая. Хотя у меня будильник вообще идёт вперёд. Там он, по-моему, не только на час вперёд, но ещё и на день. Может быть и на год. Без понятия. Это и фрешевский будильник. В общем, всё у нас там. Март, апрель, май. В общем, у меня 32 года, 2 месяца, почти 3 месяца ещё. 32 и 3. Это так. Так. Следующий вопрос. Заказываю ли я косметику Фаберлик? По секрету всему свету. Я случайно, в принципе, даже не по собственному желанию, недавно зарегилась на Фаберлике. 12 числа я вроде как получаю заказ. И, скорее всего, будет обзор. Моя подруга Маша 3 месяца меня мурыжила. Говорит, Лёля, я хочу порошок Фаберлик. Он мне так нравится. Лёля, я хочу порошок Фаберлик. Он мне так нравится. Маша, так сходи в центр, купи. Нет, я не хочу. Надо региться. Не хочу, надо региться. Лёля, я зарегся. Ну, Лёля зарегилась. Набрала на минималку. В общем, назаказывала там себе чего-то. Но вообще мне косметика Фаберлик не очень нравится. Что-то мне не подошло. Что-то мне самой не понравилось. Но пришлось. Я думаю, что это будет единственный, первый-единственный заказ. Потому что порошок там такой экономный. И Маше его хватит на ближайший год. Так. Следующий вопрос. С кем я живу? С бабусей. Бабусе 88 лет. В сентябре будет 89. Запрос на видео о маме, бабушке, папе, дедушке и прочих. Ну, короче, я его помню. О маме, я не знаю, будет ли это всё вместе. Обзор или два отдельных. Но постараюсь в ближайшие дни 10 сделать. Если я вдруг за склерозу, то можете мне напомнить. Так, следующий. Так, ещё бы понять свои каракули. Комната я выключила. А, что за картина сзади меня? Картина сзади меня. Её рисовала моя подруга Саша Житова. Ещё до того, как мы с ней, кажется, стали общаться. А потом она, когда уезжала в Калининград на ПМЖ, получилась так, что она мне подарила её как на память. Потому что не было факта, что мы с ней встретимся. Но в этом году мы с ней встретились. В Калининграде. Занималась ли я когда-либо танцами или спортом? В общем, непрофессиональными занималась в детстве. Лет так с трёх. Спортом у меня... Мы с мамой ездили на лыжах. Каждый год было, как в первый раз. Лёля встала, и мама меня вечно ругала. Как-то я так еду на лыжах. В горку я не могу войти. С горки я боюсь скатиться. Это, в общем, какой-то такой дурдом. Но ещё я, соответственно, ездила на велосипеде. И сейчас до сих пор катаюсь. Правда, катаюсь сейчас в деревне. Так. И по ходу дела у меня последний вопрос. Вот тоже. Вот что это за каракуль, а? Вот вы что-нибудь понимаете? Неужели я не могла в меня-то саму себе написать, зная, что компьютер выключу? А, всё. Курица слепая. Или курица лапой писала. В общем, люблю ли я любовные романы? Был такой запрос. Вопрос даже... В общем, одно время я лежала в больнице. Долго-долго. Ещё довари было. Что-то мне там заболел желудок или ещё что-то хрен знает. Меня врачи туда засунули. В общем, я лежала в больнице. Мне было скучно. Мне родня таскала всякую хрень. Ну, и я набрала этих любовных романов. Я их дочиталась вот столько. Я их теперь не воспринимаю. Ну, а сказать, что не люблю. Там я читала просто от безысходности. Ну, а что-то делать, чем-то заняться. В общем, не люблю я любовные романы. Хотя я пыталась писать пародию на детские любовные романы. Вот, кстати, детские любовные романы мне нравились. Ну, вот такое вот видео. Сколько тут вопросов? Я их всё-таки сосчитаю. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Денадцать. Денадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семьнадцать. Восемьнадцать. Да, восемнадцать вопросов, учитывая, что цифру саму себя не поняла. В общем, если вам это было интересно и чем-то полезно, ну, я, короче, рада. Ну, там, пишите комменты, ставьте пальчики туда-сюда, подписывайтесь на мой канал. Ну, и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.